И еще один важный выбор смогут сделать жители региона в период с 25 июня по 1 июля. Им предлагается проголосовать за территорию, которая будет благоустроена в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе». Он действует в регионе уже четвертый год подряд. Подробный список по каждому району можно увидеть на сайте губернаторского проекта в отдельной вкладке. По инициативе губернатора бюджет проекта на будущий год увеличен на 300 миллионов рублей. А это значит, что значительно большее количество объектов может попасть в программу. В Красноперекопском районе это парк «Рабочий сад», в Афруинском районе это парк «Свудостроители». Данные вопросы администрации района решаются совместно с жителями, так как проблемы территории лучше знакомы тем, кто непосредственно проживает и отдыхает на данной территории. Прошу всех принять активное участие. Данное финансирование будет направлено на строительство спортивных развлекательных площадок на территории города Ярославля. Поэтому я вас призываю и прошу прийти и проголосовать и отдать свой голос именно за свои районы, за то, чтобы эти площадки появились на территории Кировского и Ленинского районов. Спасибо. У нас в настоящий момент идет массовая застройка. Это и по Тутаевскому шоссе, это по улице Строители, это Норские резиденции, Большая Норская. Строятся новые улицы, Спасская, Маргелово. Соответственно, приезжают молодые семьи, и они просто очень хотят заниматься физкультурой и спортом. Поэтому и очень хочется, чтобы у нас появилась новая спортивная площадка. Ну и есть свои предложения. Это 15-й микрорайон, это Фабрика, это Норская, это 7-й микрорайон. Проект «Решаем вместе» очень важен. Жители к нам очень много обращаются, пишут в социальных сетях. Давайте благоустроим Тверинскую набережную, давайте благоустроим Озерную Грифку, давайте благоустроим улицу Спартаковскую. Понятное дело, что это все большие дорогостоящие проекты. И вот участие в программе «Решаем вместе» позволит нам благоустроить какую-либо из этих территорий, ну или из тех территорий, которые предложат жители. Поэтому, я думаю, надо принимать самое активное, самое непосредственное участие в голосовании, занять первое место и в 2021 году благоустроить такой какой-то желанный, долгожданный объект на территории Заводского района.